здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня мы разбираем вот этот вот пуловер с ажурными рукавами но сразу хочу оговориться я не буду сегодня останавливаться на узорах если вам очень интересно сам узор то вы мне пишите пожалуйста в комментариях я вот этот ажурный узор там накид 2 вместе он простой я думаю его все знают кто не знает все пишем я не хочу перегружать видео потому что модель очень интересная поверьте мне вы даже с ней знакомы если вы давний зритель моего канала потому что такую наподобие я уже делала только детскую вот я разберу саму конструкцию этого пуловера очень интересную занимательную и плюс ко всему девчонки он без швов его тоже можно сделать очень просто и легко и вяжется если вы разберетесь в конструкции то вяжется он по сути с одной меркой и далее уже ничего вам считать и мерить не считать пересчитывать вам ничего не нужно вам только нужно мерить на себя далее вот единственное что что у нас по меркам мы меряем окружность бедер да и высчитываем одну четвертую окружности бедер если допустим возьмем мои сто сантиметров у вас окружность бедер сто сантиметров и одна четвертая вот четвертинка это 25 сантиметров теперь что очень важно важно вычислить так как у нас вязание вот будет по косой вот таким вот образом да вам нужно вычислить вот этот вот угол который у вас должен быть 25 сантиметров те видео которые о которых я говорю у меня будут под видео ссылочки там вяжется именно с заполненным вот этом углом здесь же у нас угол не заполнен поэтому что нам нужно нам нужно на как бы отдельно вывязать вот этот угол и высчитать 25 сантиметров как это сделать значит здесь вы набираете три петли и в начале каждого ряда делаете воздушную петлю то есть вывязываете из пряжи которую которая вы будете вязать вывязывайте прямой угол вот до той точки пока у вас не будет 25 сантиметров вот я же говорю пересмотрите то видео мое вы поймете о чем я говорю о каком угле и как это начать там очень подробно все написано и когда вы довязали добавляя при этом в каждом ряду по одной петле у вас получится и получится красивый вот такой вот косыночка такая вот красивая косыночка и вы довязали до ширины ваши четвертинки окружности бедер допустим возьмем вот эти у меня это 40 петель это допустим да вот я до добавлялась до 40 петель вот это и будет вот это ваша как бы часть то есть наборный ряд их у вас будет два вот вот это петли отсюда начинается вязание то есть этот угол мы не вяжем а мы его подразумеваем что он у нас как бы вот здесь здесь расположен юбка по этому же принципу у меня связано то есть вот этот угол мы вывязали до рассчитали вот количество петель и здесь количество петель то есть 40 у нас получилось петель и здесь у нас 40 петель вот давайте буду рисовать здесь у нас 40 петель и здесь у нас 40 петель это наборный ряд плюс вот здесь две петли у нас будут как бы рекламные линии далее мы вяжем этот все вот таким вот образом вязание у на там чулочная гладишь говорю я на узорах сегодня ой господи я опять уехала девчонки вот 40 петель и 40 петель мы набираем и плюс 2 петли вот здесь вот регланная линия по бокам от регланная линия как в классическом реглане мы будем добавлять накид в каждом нечетном ряду либо в каждом четном считайте как вам удобнее здесь же по бокам мы будем делать сокращение то есть число петель у нас по сути меняться не будет это я галочки это 2 вместе да здесь у нас будет допустим набрали мы 40 и 40 82 петли плюс реглан и вяжем там для начала либо резинка либо платочная вязкой либо как вы там будете оформлять свой край мы вяжем пару рядов далее мы что делаем в лицевом ряду да это у нас поворотные ряды в лицевом ряду делаем кромочная 2 вместе вяжем петли до регланной линии делаем накид 2 петли накид петли между ними 2 вместе кромочной изнаночные без изменений лицевой все тоже самое то есть мы у нас вязание идет вот таким вот образом на спицах этого видно не будет девчонки поэтому не пугаемся кто прям сейчас хочет связать то пересматриваем моим виде с детским с детской кофточкой далее девчонки мы вяжем . горловины вот у косточек либо ниже косточек вот туда куда вы хотите что мы делаем далее мы набираем тут вот петли до длины рукава то есть сейчас мы находимся вот так вот в этой точке . я нарисовала выше ну да ладно вот она . допустим да вот так вот у нас вязание выглядит мы забираем сюда допустим тоже те же 40 петель плюс 40 плюс 40 далее что мы делаем вот здесь вот конечно эта конструкция не хочет рисоваться как бы правильно естественным образом мы разделяем вязание на 2 половины то есть мы вяжем отдельно вот эту вот часть и эту часть ажурным узором да и вяжем в этой точке чтобы мы находились на плечике вот меряем по себе до плеча здесь я рисую сгиб то есть вы эту часть вяжите отдельно эту часть вяжите отдельно это направление вот таким вот образом идут ряды ровно никаких добавлений убавления мы не делаем далее мы дублируем всего лишь я это рисую так а я просто здесь нарисую вот таким вот образом чтобы было понятнее я не знаю будет ли это понятнее так неправильно здесь у нас сгиб то есть мы продолжаем вязать вот это у нас вот этого нет это у нас сгиб который вот он расположенный да здесь мы продолжаем вязать ровно то есть по сути вот эта вот часть это у нас одно полотно вот таким вот образом сделано то здесь у нас будут кир вот она на чтобы это чтобы было понятно то есть этот рукав мы вяжем ровно до нужной на то есть по плечику меряем и ширина рукава но там нет убавления девчонки там все прямо и ровно связано поэтому рассматривая данную модель мы вяжем ровно до ширины рукава и определяем там где наши скорее всего по ширине рукава ориентируемся и эту часть мы вяжем далее что мы делаем мы закрываем тут 40 петель тут 40 петель закрываем у нас получился вот здесь вот это у нас рукав да и далее мы продолжаем вязать тем же способом что мы вязали столько наоборот вот здесь вот кстати будут не дырочки а без дырочек поэтому здесь рекомендую делать воздушную петлю чтобы дырок не было потому что сзади дырок не будет если вас это не напрягает тут пожалуйста делаем здесь провязываем две вместе теперь наоборот чтобы эти углы у нас будут продублировались как бы а здесь мы делаем воздушную петлю то есть тоже в принципе то же самое только меняем местами здесь у нас идут добавление здесь идут убавления а вот и вяжем соответственно вот тут точно также вот так здесь у нас воздушные петли и дублируем вот эту вот часть то есть тоже количество добавлений убавлений все при этом что вы можете это все делать привязать и здесь вот привязывать по бокам по мере вязания у вас вообще получится пуловер без единого шва вот в принципе все девчонки есть ну что делать вы знаете кому непонятно пишем под видео комментарии непонятно хотим подробно и я буду вязать и снимать если все понятно вяжем те кто понятно кому нужен узор тоже пишем буду разбирать подробно вот именно этот узор еще просьба от меня лично подписаться на инстаграме на группу вконтакте туда или туда все-таки слухи ходят довольно таки интенсивно по поводу блокировки ютуба в россии поэтому просьба чтобы не теряться подписаться все она сегодня девчонки это все с вами была вика школа рукоделия всем пока пока